Библейский портал экзегет.ру представляет Мы уже об этом говорили, но пересказывать сюжет не буду Ситуация, на которой нас застает седьмая глава Это, знаете, такой 22 июня 1941 года Брестская крепость, 3 часа утра, накануне вторжения И мы, как читатели, какой-то фильм мы смотрим, как зрители Уже знаем, что сейчас оно начнется, что там страшная абсолютно военная сила Вот здесь Алаферн со сирийским войском стоит на границе И сейчас он вторгнется, и сейчас всех будет убивать А с другой стороны, люди, которые даже не знают, как сопротивляться У них вот есть понимание, что над ними нависла страшная опасность Они молятся, они опастятся, они просят Бога защитить их Но как это все произойдет? И вот это развивается, развивается, развивается В седьмой главе вот самый такой напряженный момент Алаферн, ассирийский полководец, готовится к штурму маленького городка Витилуи На другой день Алаферн приказал всему войску своему и всему народу Своему пришедшему к нему на помощь Подступить к Витилуи, занять высоты Нагорной страны И начать войну против сынов Израилевых И в тот же день подняли все сильные мужи Их войско их состояло из 170 тысяч ратников Там 120 было сначала, но, видимо, еще подкрепление подошло Воинов пеших из 12 тысяч конных Кроме обоза и пеших людей, бывших при них А это было великое множество Остановившись на долине близ Витилуи при источнике Они протянулись в ширину от Дофама до Вилфема А в длину от Витилуи до Киамона, лежащего против Ездрелона Это местные какие-то селения, то есть войско заняло очень широкую территорию Сыны же Израиля, увидев множество их Очень смутились, и каждый говорил ближнему своему Теперь они опустошат всю землю Ни высокие горы, ни долины, ни холмы не выдержат их тяжести Но не буквально, конечно, провалятся горы под ними А вот нельзя сопротивляться И взяв каждый свое боевое оружие И зажгешь, сжегший огонь на башнях своих Они всю эту ночь привели на стражи Огонь сигналы так подавали То есть стоял ли башня в прямой видимости друг от друга И разжигая огонь или закрывая огонь чем-нибудь А днем дым, соответственно, можно было подавать по определенной системе сигналы На другой день Аллаферн вывел свою конницу Перед лицо сынов Израилевых, бывших в Итилуе Осмотрел восходы города их То есть подходы, да, снизу вверх Город где-то вот в горах И занял источники вод их Оцепив их родными мужами, обратился к своему народу Источники вод, то есть, смотрите, город стоит на холме, на горе Но родник-то под горой, да И без воды человек не может существовать Поэтому отрезать от воды Это первое действие при осаде города Но пришли к нему все начальники сынов Исавы И все вожди народа Мавицкого Два соседних народа, да И все военачальники Приморья И сказали Приморье там, филистимские земли Выслушай, господин, наш слово, чтобы не было потери в войске твоем Этот народ сынов Израиля надеется не на копья свои, но на высоты гор своих, на которых живут Потому что неудобно восходить на вершины их гор Понятно, гористая местность всегда способствует обороне Особенно в партизанской войне израильтян меньше, им остается только так Итак, господин, не воюй с ними так, как бывает обыкновенная война И ни один муж не падет из народа твоего Ты останешься в своем лагере, чтобы сберечь каждого мужа в войске твоем А работ твои пусть овладеют источником воды, которая вытекает из подошвы горы Ну вот как раз они уже, в принципе, это сделали, да Но вот эти советчики из окрестных народов, недоброжелатели израильтян Они советуют именно так осаждать, не идя на штурм Потому что оттуда берут воду все жители Ветелу И погубят их жаждой, и они сдадут свой город А мы с нашим народом зайдем на ближние вершины гор Расположимся на них для стражи, чтобы ни один человек не вышел из города Соответственно, чтобы они не могли наладить поставки воды и продовольствия из какого-то другого источника И будут томиться они голодом, и жены их, и дети их, и прежде, нежели коснется их меч, падут на улицах обиталища своего И ты воздашь им злом за то, что они возмутились и не встретили тебя с миром Вот такие добрососедские отношения с этими окрестными народами Понравились эти слова и Халаферну, и всем слугам его, и он решил поступить так, как они сказали И двинулся полк сынов Омона, и с ними пять тысяч сынов Ассура И, расположившись в долине, овладели водами и источниками вод сынов Израиля А сыны Исавы и сыны Омонов зашли и заняли на горную область против Дафаима И отправили часть их на юг и на восток против Екрывили, что близ Ху, состоявшего при потоке Мохмур Остальное же ассирийское войско расположилось на равнине и покрыло все лицо земли Шатры и обозы их с множеством народа растянулись на весьма большом пространстве Ну, понятно, то есть ассирийцы занимают огромную территорию, а эти окрестные народы перекрывают доступ к другим источникам воды и продовольствия Сыны Израиля воззвали Господу Богу своему, потому что они пришли в уныние Так как все враги их окружили, им нельзя было бежать от них Вокруг них стояло все войско ассирийское, пешие, крестницы и конницы Тридцать четыре дня У всех жителей Витилуи стащили все сосуды с водой, опустили водоемы И ни в один день они не могли пить воды досыта, потому что давали им пить меру Понятно, когда воды новой взять неоткуда, значит, воду меряют И выдают некий небольшой рацион И уныли дети их, и жены их, и юноши, и вознеможения от жажды падали на улицы гордые в проходах ворот, и уже не было в них крепости Вот, да, такая осада Брестской крепости, вот абсолютно верно, да Тогда весь народ собрался к озе и к начальникам города, юноши, жены и дети И с громким воплем говорили всем старейшинам Суди Бог между нами и вами Вы сделали нам великую неправду, потому что не предложили мира сына Массура И теперь нет нам помощника Бог предал нас в их руки, чтобы погубить нас жаждой великой погибелью Вот, смотрите, до этого все постились, до этого все молились, до этого все просили Бога А теперь они говорят, зря мы им не сдались Вот вы, начальники, виноваты, что вы не предложили мирного договора сирийцам Да, да, когда нечего пить Есть, но прежде всего пить, наверное, меняется восприятие Я вот не страдал никогда от такой жажды и такого голода Чтобы вот прямо 34 дня не иметь возможности напиться Поэтому не буду пытаться осудить этих людей, которые сейчас пытаются просто спасти свою жизнь Пригласите же их теперь, отдайте весь город на разглабление народу Аллаферны и всему войску ему Ибо лучше для нас достаться им на расхищение Хотя мы будем рабами их, зато жива будет душа наша И глаза наши не увидят смерти младенцев наших и жены детей наших, расстающихся с душами своими Призываем пред вами, свидетели неба и землю, Бога нашего и Господа отцов наших Который наказывает нас за грехи наши и за грехи отцов наших Да совершает, по словам всем, в нынешний день Ну вот, давайте капитулируем Они уже не беспокоятся, что, вероятно, их придадут в рабство Вероятно, разрушат их святилище Ну, потому что жизнь — это самое последнее, что у человека остается Хотя бы ее можно попробовать сохранить И подняли они единодушный великий плащ среди собраний И громко взывали к Господу Богу Озия сказала им, не унывайте, братья Потерпим еще пять дней, в которые Господь Бог наш обратит милость свою на нас Ибо Он не оставит нас в конец Если же они пройдут и помощь к нам не придет Я сделаю по вашим словам Вот уже и Он, собственно говоря, их предводитель, их начальник Согласен с этим И отпустил народ свой стан, и они пошли на стены и башни своего города А жен и детей отослал по домам их И в великой скорби оставались они в городе Вот середина книги Проблема ясна, да, то есть это уже не просто война Это конкретный город, где так жестоко страдают Это подробно описано жители от жажды, от голода Где, собственно, им остается только умереть или сдастся врагу Выбор очень небогатый и печальный Может ли что-то произойти? Я сказал, что книга мужская Это действительно так Вот до сих пор, до конца седьмой главы Мужчины действуют, мужчины молятся, мужчины воюют Мужчины решают, мужчины договариваются Жены и дети — это не субъекты, это объекты Это о них они просят, их они хотят оберечь, но не могут В общем, женщина — это такое приложение к мужчине Вот в восьмой главе все будет совершенно иначе